Шуга Бэйби, сахарный малыш, подарок солнца победителей Принц Гамлет. Как только не называют этого красавца по всему миру. Он такой красивый, сладкий, сочный, вкусный и непостоянный. Именно за это мы и любим арбузы. Но как подобрать момент и выбрать самый сок? Сейчас узнаем. Попасть на тот самый арбуз – задачка со звездочкой. Гостит на прилавках сезонная ягода не больше трех месяцев. И за это время хочется наесться арбузом на год вперед. Пользуются большим спросом. Разбирают очень быстро. На прилавках у нас не остается. Вот у нас осталось со вчерашнего дня. Сейчас еще получать будем. Арбуз – это не только летнее настроение и спасение от жары. Ягода полна витаминами группы В, аскорбиновой кислотой, железом, магнием, клетчаткой и ликопином – природным антиоксидантом. Поэтому, наслаждаясь сочным арбузом, вы в том числе снижаете риск развития в организме атеросклероза и сердечных заболеваний, а также продлеваете молодость. Вы любите арбузы? Да. А за что? Почему любите арбузы? За сочность, за сладость, за вкус. Сколько успеваете арбузов за лето съесть? Я не считал. Ну, первый день-два съем. Сладкие, сочные, вкусные. Ты тоже любишь арбузы? Да, особенно водяные. А сколько ты за лето успеваешь съесть арбузов? Десять. Десять штук сама? Одиннадцать. Одиннадцать? А двенадцать не поместится? Двенадцать тоже иногда. Я думаю, поместится, да? Сладость, аромат, хруст и свежесть. Как увидеть на своей кухне именно такой арбуз и перестать покупать кота в мешке? Используйте следующие правила. Для начала посмотрите на полосы. Они должны быть контрастными. На боку найдите желтое земляное пятно. Сухой хвостик подтвердит спелость. Теперь обстукиваем ягоду. Глубокий глухой звук точно будет сладкий. Кожура блестит? Тогда не мешкая несем арбуз домой. Но сначала заплатим и поблагодарим продавца. А вот фермеры на полях разглядывают далеко не сам арбуз. При сборе урожая внимание привлекают, казалось бы, непричастные к ягоде барашки и лопаточки. Мы, как фермеры, мы всегда арбуз выбираем на поле именно по этим признакам. Не по хвостику сухому ни в коем случае. Арбуз подходит к плите. И из этого места выходит вот такой вот барашек. И вот такая вот лопаточка. Она сейчас засохла. Вот она. Если они засохшие, то закончилась вегетация арбуза как ягоды. То есть созрели все семена. Получается, все дети этого арбуза созрели. И он уже готов. Да и вообще нам, южанам, повезло. Самые вкусные и сладкие ягоды не выдерживают транспортировку. А значит, попадают на местные прилавки. А что насчет качества? Стоит ли потребителям бояться пресловутых пестицидов и нитратов? За этим следят специалисты Роспотребнадзора. Пестицидами обрабатывают сельхозпродукцию, чтобы ее не трогали вредители. Также семена обрабатываются. Поэтому нам нужно будет определить содержание этих веществ в продукции. Мы измельчили пробы, отобрали навески. Сейчас мы сюда прильем раствор, который будет извлекать наши вредные вещества. Умилые руки и центрифуга вытрясут из ягоды все пароли и явки. У нас произошло разделение слоев. Сейчас мы отберем верхний слой, очистим его и поместим пробу в прибор. Ну а дальше все сделает машина. И вот спустя пару часов на экране появляется результат. На этом приборе мы можем определить качественным методом порядка 500 пестицидов. После того, как мы вкололи наши пробы, прибор их обработал, мы обнаружили, что пестицидов у нас не выявлено. В пробах арбузов ничего не найдено. Арбузы чистые. В этом году в краевой столице работают 11 сертифицированных торговых точек по продаже бахчевых. Их адреса вы можете посмотреть на сайте городской администрации. Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в рамках контрольно-надзорных мероприятий и мониторинговых мероприятий проводится отбор проб бахчевых культур и плодо-овощевых культур тоже. На сегодняшний день отобрано более 1100 проб. Из них 853 пробы отобраны для исследования на нитраты. Бахчевые культуры не выявлены с нестандартными пробами. И на сегодняшний день контроль продолжается. Мода на эко-товары растет с каждым годом. И фермеры стараются работать на качество. Но полностью исключить использование пестицидов при выращивании бахчевых невозможно. При покупке арбузов вы можете потребовать у продавца сертификат качества. Проверить ягоду покупатели могут и сами в любой сертифицированной лаборатории. А желают всем яркого и вкусного лета. Виктория Шкальная, Татьяна Данько, Олег Байкулов, Иван Датсунов, Евгений Тимофеев и Евгений Трусов. Ставропольское телевидение.